Вам приходилось защищать конкретных людей. Мне очень интересно, потому что некоторые из персонажей, которые были вашими подзащитными, или как там... Клиентами, подзащитными, доверителями, как угодно. Доверитель, да, у членов говоришь, только доверитель. Вот, допустим, Владимир Гусинский, он в представлении социума, ну, крайне одиозный персонаж. Ваши человеческие впечатления... Я улыбаюсь, потому что Владимир Гусинский смешной человек. Так. Очень веселый, энергичный, непосредственно. Знаете, он такой большой, избалованный ребенок. Ага. Вот так. И вот так он ко всему относился. Он считал, что все его прихоти должны удовлетворяться, да, все его идеи – это самые главные идеи, которые должны сразу реализовываться. И, конечно, у него всегда был альтер-эго Бориса Абрамовича. И вот это все это противостояние, оно было, конечно, забавно выглядело. Вот. Ну, безусловно, когда он пригласил меня, молодого адвоката, защищать... А вот почему он пригласил молодого адвоката? Что было... Не знаю, может быть, что-то увидел, услышал. Потому что я тогда очень дружил, в принципе, я сейчас дружу с многими телевизионными журналистами. Вот Володя Златнинский, который, к сожалению, умер молодым, вот, он мне позвонил, он говорит, мы пришли снимать вот эти обыски, а нас закрыли в комнате и держат съемочную группу. Ну, я со всем своим молодым задором, значит, молодого адвоката, говорю, это незаконно, это противодействие журналистской деятельности, нарушение к себе. Павел, я тебя умоляю, ты можешь приехать хотя бы в окошко с нами поговорить, значит. И как-то вот такой диалог уже более-менее нормальный начался. И ребят выпустили, и потом я вышел. Я вышел, а стоит толпище журналистов. Ну, там просто толпа. И они все, вы оттуда? Я говорю, да, оттуда. А что там? Я говорю, ну, проводят следственные действия, значит, тут обыски и так далее, и так далее, и так далее. А вы что? Я говорю, я вот защищал ребят-журналистов, вот они сейчас их выпустили. Все. И спокойно уехал домой. И сразу на следующий день мне звонит Резник, такой мэтр мой, мой духовный учитель, как я называю. Вот, и говорит, Павлик, ну, вот, я хочу тебе передать, есть предложение, которого нельзя отказаться. Вот, мой подзащитный Владимир Александрович хочет, чтобы ты его защищал. Ну, я говорю, ну, Геннадий Маркович, если я буду с вами работать, для меня это честь. Ну, и начали работать. Там прошло какое-то время, значит, его арестовали. Три дня у него в камере. Я когда-нибудь напишу эту книгу «Три дня с олигархом». Это будет очень интересно. Потому что я как самый молодой, команда адвоката была большая, но я как самый молодой, я ходил с утра до вечера, сидел с ним в камере. Я вот это все видел, как он бегал в своих этих подтяжках, которые не изъяли, хотя должны забирать подтяжки, да? Ну, потому что на них можно, да, поместить. Да, да, он бегал в этих подтяжках, по кругу, значит, левый, следственный кабинет маленький. Это все, так сказать, забавно выглядело. А вот вы когда... Когда он увидел, что бытовая неустроенность, значит, он быстро там распорядился. 20 холодильников, 20 некрепичей, 20 телевизоров поставили в эти камеры. А это в Лепортово? Нет, это была бутырка, это еще старая, до ремонта была бутырка. Вот, он сказал, все, давай, Павел, напиши программу, мы сейчас будем помогать этой тюрьме, что здесь нечеловеческие условия были. А там действительно были камеры, где, например, по колено в воде были заключены в нижнем этаже. Ну, протекала крыша и так далее. И вот эти три дня вот эти вот такие, потом поздночью его освободили тоже. Ну, интересный опыт, что там говорить. Разговор достаточно откровенный был, вопросы интересные. Я не ожидал, что там про маму будет спрашивать, про семью. Я все-таки, я был настроен на разговор по делу, понимаете. Но говорили о другом. Вы знаете, у нас сегодня был сеанс мемуаров, воспоминаний об адвокатской деятельности и так далее. Сама по себе журналистика, она дает возможность иногда даже шире и больше, чем исполнительные власти, законодательные, судебные власти. Потому что все ограничены. А журналист, если он умный, пытливый, принципиальный, он может, во-первых, докопаться до истины. У него больше для этого средств и возможностей. А во-вторых, у него, извините, аудитория шире гораздо. И он может рассказать всему миру, всему свету об этом. Поэтому журналистика и вообще журналисты, средства массовой информации – это реально хватит.